Смотрите, Венди Шерман, американский чиновник, ответственная за дипломатические отношения с Китаем и Россией, собирается уйти в отставку. Итак, каковы... Почему это важно? Ну, дело в том, что Виктория Нуланд придёт ей на смену. Если вы не знаете, кто... Виктория Нуланд — это человек ужасный. Окей? Она устраивает перевороты и... Итак, Виктория Нуланд заменит Венди Шерман, утверждающую, что после трёх десятилетий службы она теперь хочет проводить больше времени с семьёй, чем наверняка довела родных до вершины отчаяния. Но не волнуйтесь, потому что её смена исчезла настоящих нацисток. Не таких, которые отказываются продавать вам суп в ресторане, а настоящих нацистов, как в кино. Но зам... 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 заместитель госсекретаря Венди Шерман, дипломат номер два в стране, заявила в пятницу, что уходит в отставку в конце июня, проработав на правительство 30 лет. Шерман — первая женщина на текущем посту, где она помогала администрации Байдена налаживать отношения... с Китаем, и безуспешно вела переговоры с Россией, пытаясь предотвратить... Заместитель госсекретаря Уэнди Шерман подала в отставку, и её последний день на посту — 30 июня. Её уход почти вызвал панику. Внутри Госдепартамента из-за того, кто, по мнению многих, может прийти и на замену — Виктории Нуланд. Ястребенный настрой Нуланд к России и антипатия к Владимиру Путину идеально согласуются со взглядами президента Байдена. Речь об этой женщине. Она... типа... Нуланд сейчас зам госсекретаря. Она замешана во всех ужасных вещах, которые мы делали и делаем за границей. Нуланд сейчас зам госсекретаря по политическим вопросам, и она якобы вышла из-под контроля, по словам источника, непосредственно знакомого с ситуацией в различных бюрох Госдепа, пока госсекретарь Энтони Блинкен в отъезде. Если у Шерман есть на уме потенциальный преемник, что наверняка так, она вряд ли об этом скажет. Беспорядок на Украине — авторство Нуланд, она устроила... Она организовала, помогла организовать переворот. Ко всему, что не так с Украиной, Виктория Нуланд приложила руку. Окей, вот кто она. А, украинская каша, заваренная Нуланд. Помощник госсекретаря Виктория Нуланд организовала смену режима на Украине, не взвесив вероятные последствия. Она была вдохновителем, произошедшей 22 февраля 2014-го смены режима на Украине, замышляя о свержении демократически избранного правительства президента Виктора Януковича, одновременно убеждая вечно доверчивые основные СМИ США в том, что переворот на самом деле был не переворотом, а победой демократии. Итак, как будто одной лишь связи с нацистами недостаточно, Виктория Нуланд также ответственна за смену режима на Украине и захват власти демократически избранным правительством, внезапно оказавшимся под контролем нацистов. Ну, ладно вам, голосуйте за синих и дальше. Не пора ли женщине стать полноценным фашистским лидером? Но уже. Байден, по мнению многих представителей разведсообщества, убежден в том, что перспективы его переизбрания зависят от победы или иного удовлетворительного урегулирования на Украине. Неприятие Блинкеном «Перспективы прекращения огня на Украине», озвученное на выступлении 2 июня в Финляндии, представляет иллюстрацию такого мышления. Путин заслуживает осуждения за его решение погрузить. Окей, ага. Но те, кто находится на руководящих постах в Белом доме, должны ответить за свою готовность позволить явно напряженной ситуации привести к войне. Когда, возможно, недвусмысленная гарантия того, что Украине не разрешат вступить в НАТО, могла бы сохранить мир. Это, кстати, от Сеймура Хёрша. Он тот парень, он журналист номер один в мире. Он тот, кто проделал исследования, собрав доказательства, что трубопровод «Северный поток-2» был взорван США. Контрнаступление Украины... Контрнаступление Украины идёт медленно в своём начале, и поэтому новости о войне ненадолго исчезли с первых полос «Нью-Йорк Таймс» и «Вашингтон-Пост». Страх газеты перед очередным сроком Трампа, похоже, уменьшил их аппетит к объективным репортажам, когда речь идёт о плохих новостях с фронта. Плохие новости могут продолжиться, если ограниченная воздушная и ракетная мощь вооружённых сил Украины будет оставаться неэффективной против России. Итак, эта сумасшедшая поджигательница войны Виктория Нуланд должна была быть у меня в этом выпуске, но есть аудиозапись, на которой она говорит о том, кто заменит, придёт на смену президенту Украины. Она решает. После того, как свергли прежнего демократически избранного, а кто сверг? Соединённые Штаты, ЦРУ и нацисты свергли демократически избранное правительство Украины. И кто помог это сделать? Эта женщина, Виктория Нуланд. И она только что... Её только что повысили. Возьмёт её на работу. Ещё хуже. Так что теперь... Окей, наслаждайтесь. Мена настоящая нацистка. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!